Шпионские игры. Директор ФБР жалуется, что Китай наводнил Америку своими людьми, которые выуживают научную информацию. Какие еще сенсации прозвучали сегодня в Конгрессе, расскажет Дмитрий Анопченко. Такого звездного состава ни одна пресс-конференция не соберет. В одном зале директор ФБР, глава ЦРУ, руководители национальной и военной разведки, агентство по нацбезопасности и управление геопространственной разведки. Всех их вызвали в Конгресс на слушание Сенатского комитета. Пресса заранее предвкушала сенсации и не разочаровалась. Первое громкое заявление от директора ФБР, мол, Америка сейчас буквально наводнена китайскими шпионами. По словам чиновника, Поднебесная мечтает лишить Соединенные Штаты статуса сверхдержавы. И для этого внедрила в американские вузы и научные центры тысячи своих агентов. И это якобы не разведчики в традиционном понимании слова, а китайские профессора, ученые и студенты, которые обо всем докладывают на родину, пользуясь наивностью американских ученых. Мы замечаем использование нетрадиционных собирателей информации в академических кругах по всей стране, не только в крупных, но и в маленьких городах, практически в каждом научном направлении. ФБР считает, ситуация настолько серьезна, что уже стала угрозой для всего общества. Сенаторы это даже прокомментировали. Дескать, за всю историю США у них не было конкурента и противника такой мощи. А директор ЦРУ помимо Китая и России, который в Конгрессе традиционно много говорят, видит и еще одну угрозу для Америки. Северная Корея. Помпео призывает не обольщаться временным потеплением в отношениях с Кимом, вызванным проходящей сейчас Олимпиадой, и говорит, что под прикрытием всех этих событий режим, наоборот, усиливает и развивает свою ядерную программу. Директор национальной разведки Дэниел Коутс такого же мнения. Сообщил конгрессменам, в 2018-м КНДР проведет новые испытания, которые так беспокоят мировую общественность. В том числе это может быть и ядерный взрыв над Тихим океаном. При этом главы спецслужб уверены, Ким Чен Ын изолирован от информации и не владеет полной картиной, дескать, даже самому могущественному человеку в КНДР. Его окружение многое не договаривает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.